всем привет с вами Артем и сегодня ролик про мой отпуск на Занзибаре нетипичный ролик для моего канала да и вообще travel видео я не умею снимать поэтому просто расскажу как это было перелет отель и все что было на этом острове надеюсь вам понравится вы поставите лайк подпишитесь на канал не знаю все нужные ссылки есть в описании отдельные фотографии видео с телефона есть в одной запрещенной социальной сети с картинками поэтому подписывайтесь ну и сейчас предлагаю вернуться на несколько дней назад и посмотреть что же было в Нижнем Новгороде не знаю что вам сказал Артем из будущего но на часах 12.36 29 сентября и вот эти чемоданы уже готовы к поездке сейчас едем в Москву потом с пересадкой в Омане в общем будет весело что будет интересно обязательно покажу но сейчас отправляемся в Москву ну что время 22 часа мы прошли все контроли находимся в зеленой зоне и уже через 20 минут пойдем на посадку пока полет нормальный спать хочется но полет еще конечно не было в общем вы поняли в любом случае посмотрим будут ли кормить что будут давать и что там будет в Омане через семь или восемь часов в общем ждите для вас одна секунда для меня почти полдня пожалуй нужно внести ясность сейчас прямых перелетов на Занзибар нет поэтому лететь в любом случае с пересадкой из всех вариантов самым удачным по времени был перелет Москва-Маскат-Маскат-Занзибар авиакомпании Аман-Эйр первый полет на аэробусе А-330 второй на Боинге 737 и так как оба перелета одной авиакомпании при пересадке не требовалось получать багаж и регистрировать его на другой рейс перегрузка происходит без вашего участия в плане еды все было очень вкусно кускус омлет сосиской овощами пудинг булочка с маслом напитков тоже много алкогольных и безалкогольных я вот взял себе бутылочку сухого красного доброе утро мы в аэропорту Моската время на часах 8 11 в итоге через 20 минут откроется посадка и через полтора часа мы уже улетаем на Занзибар в целом как прошел полет но я немножко поспал Катя не спала вообще еда вкусная персонал прекрасный все в принципе было хорошо но спать хочется время хоть и 8 12 но в Москве сейчас 7 12 тут на час больше но когда пролетим на Занзибар там точнее будет такое же время как и в Москве в общем как то так так если что вот так выглядит аэропорт и мы видим что нам нужен выход b3 в 8 25 он открывается и мы идем к нему прошли паспортный контроль и теперь же ждем вылета скорее всего на вон том боинге все возможно из-за света вам ничего не видно в общем аэропорт хороший свежий чистый все понятно более-менее даже таким не разбирающимся туристам как нам а в общем впереди только Занзибар ну а тут мы счастливы и довольны что приземлились на остров на выходе телескопического трапа не было пассажиров ждал автобус который вез до терминала буквально две минуты ну что мы прошли досмотр мы оплатили 100 долларов в общем за две визы на 90 дней и вот так выглядит аэропорт сейчас ждем свой багаж и уже поедем после получения багажа мы нашли человека от нашего туроператора и проследовали в минивэн на семь пассажирских мест трансфер по путевке был групповой но по итогу до отеля мы ехали одни путь нам предстоял не близкий практически с одного конца острова на другой благо в машине был кондиционер и после суток в дороге мы с комфортом ехали наблюдая местный колорит за окном это конечно не передать через видео но тут именно так как показывают бедно и грязно но все довольны и все рады тебе джамбо и агуна матата но тем временем мы приехали в отель и именно так выглядит входная группа буквально за 10 минут на ресепшене нас оформили и выдали электронный ключ от номера рассказали про отель и мы заплатили 80 долларов туристический налог до с 1 июля 23 года в отелях 45 звезд налог 5 долларов в сутки с человека до этого был всего один ну а сейчас обзор номер ну что начнем с обзора номера и как увидеть сейчас темно и я записывал эту часть в самом начале когда мы приехали когда было в номере чисто убрана и все хорошо но я тогда не знал некоторых нюансов которых я хотел бы сейчас рассказать на ваших экранах вид из номера когда светло когда день когда все хорошо но сейчас мы уезжаем на часах уже 23 часа и выглядит это все следующим образом на самом балконе есть сушилка на которой почти не сохнут вещи потому что тут просто очень влажно и даже если нет дождей все замечательно сухо солнце все равно вещи влажные без разницы также есть два стула на которых приятно смотреть на пальмы на остальной внешний вид дверь которая без проблем закрывается и тут у нас кстати говоря еще колда если дверь не закрыта то не включается кондиционер кондиционер работает нет проблем и также есть шторы шторы ну почти блокаут то есть если вот так вот закрыть то ночью вообще света белого не видно и можно спать спокойно есть мини-бар в мини-баре у нас кола спрайт фанта и вода пиво не кладут и вообще со стеклом тут очень большие проблемы в того что его нету нигде кроме как в ресторанах и пиво в бутылках 05 нам не предоставляют вообще никак также если наливать пиво то только в стаканы также чай кофе мы все выпили пока тут сидели ждали чайничек соответственно и все такое также есть шкафы в которые можно без проблем положить свои вещи именно вот так все это время у нас лежали чемоданы чтобы не загромождать проход и можно было свободно взять вещи вот так выгляжу я в зеркале также насчет зарядок с моей стороны есть два выключателя света и зарядки юсби и тайп си но юсби эй и тайп си обычной розетки нету также что можно сказать по номеру чистота убираются каждый день с этим вообще проблем нет меняют постельное белье и все такое также дополнительно мы заказали через приложение плед русские замерзли в африке поэтому под пледом все замечательно также прекрасные носки и с этой стороны вот такого формата розетка то есть наша вилка без проблем заходит и можно заряжать соответственно устройство которые вам нужны также есть шкаф шкафу у нас представлен сейф сейф настраивается на свой код и мы тут хранили всякие вещи в остальном тут вешалки и больше принципе ничего нет в этом мы поедем это еще надо брать чемодан и давайте посмотрим еще один момент да я не показал с этой стороны кондиционер работает и тут такое затемненное стекло на первый взгляд выглядит потрясно очень приятно очень красиво но есть такой момент например представим ситуацию ночь темнота мы заходим в ванну срабатывает датчик света датчик движения и включать свет но вы представляете тут везде темно и сквозь это окно видно свет так ну давайте выключим в прямом эфире все выключаем и получается свет это тоже вы так нет еще не это не настроился так все включается свет у нас в туалете и тут у нас образуется свет который мешает спать человеку который не идет в туалет он хоть и работает 30 секунд но все равно это неприятно поэтому есть такой нюанс есть такой момент давайте включу полностью свет в ванной насчет воды горячий холодно идет без проблем и кстати говоря электричество не выключали вообще на протяжении всего нашего отпуска предоставляют соответственно мыло зубные щетки полотенце меняю тоже каждый день что для рук что для тела и для ног тоже есть что сказать розетка такая же как и в номере фен работает унитаз смывает туалетную бумагу кладу но через камеру не передайте но она соленая она реально соленая и то есть это было непривычно понятно что она не такая же как в океане но она соленая то есть видимо фильтра не совсем справляются и все равно привкус соль поэтому мы в стакане пользуемся обычной водой чтобы сполоснуть рот после того как почистить зубы вот есть такой нюанс мусор тоже кстати есть его тоже убирают и в целом в номере хорошо уютно приятно но момент с водой самый самый коварный самый вообще не ожидали честно говоря такого но в принципе но в принципе африка наверно можно было догадаться но чтобы это было так это было вот в общем вот такой номер по нашему уезду остается заберем рюкзаки соберем чемоданы и поедем но это не конец потому что вы еще не видели обзор самого отеля поэтому предлагаю его посмотреть и кстати да телевизор есть и мы его выключили в самый первый день потому что тут бесящий огромный красный красный лампочка который мешает спать вот и также есть вот такие вот карточки для полотенец и карточки для открытия двери входной в номер и еще такой прикол как бы я привык там в турции везде две карточки ты одну когда приходишь вставляешь а тут как бы она есть ты просто вот так ее вытыкаешь и обратно втыкаешь а те две остаются у тебя вот вроде все сказал но и вентилятор есть в общем пойдемте смотреть на сам отель но сейчас покажу как может пройти до океана и вообще всю территорию отеля есть два варианта длинные короткие покажу оба из номера 1556 мы стартуем и давайте сначала пройдем длинным которым я хожу каждое утро модели как бы три корпуса и между ними расположены вот такие интересные зеленые пространства очень гармонично вписаны общий интерьер и мы видим много дорожек очень удобно очень приятно надеюсь вам слышно потому что ветер ветер с утра это нормально и в целом в октябре когда я сейчас тут нахожусь тут ветер но все чистенько все убрано никакого мусора сейчас мы пойдем в лобби бар возьмем себе кофе это обычно делаю и уже стартанем и будем смотреть территорию отеля сейчас кстати мы выходим в основную зону ресепшен вот так все выглядит все красиво все подсвечивается хотя время 6 утра все работают чем давайте возьмем кофе и уже пойдем ну что и каждое утро с чашечкой капучино без сахара идем и наслаждаемся вообще прекрасными видами которые тут есть пальмы и вокруг корпуса мы как раз обходим по дорожке идем к направлению к океану его уже наверное немного видно если присмотреться но тем не менее я не знаю я блин не этот не travel блогер я не знаю как это все снимать скорее всего это видео дойдет больше тем кто он либо хочет в будущем приехать в этот отель либо уже было просто насладиться тем как тут что-то изменилось либо что тут новенького либо не знаю просто просто вот так вот все тут есть или себе просто на память оставляю чтобы посмотреть холодным зимним вечером как же было прекрасно в октябре в африке все чисто все убирают если вот так вот абстрагироваться от текущей обстановке просто поговорить о персонале вообще все замечательно то есть народу много все тебя встречают здороваются всем все как бы интересно как у тебя дела если что-то не так то всегда спросят в общем насчет менталитет конечно никаких вопросов скорее всего из-за отеля но хотя и в город выходили даже не в город а деревню выходили и там уже тоже в принципе никаких вопросов нам не было только все здороваются все ли хорошо и так тут мы можем видеть небольшое обозначение по всей территории отеля они есть и показано куда идти если вы вдруг заблудились сейчас мы идем вперед я покажу какой открывается вид с этажа хоть у нас номер 1556 и он находится на пятом этаже ресепшн который вы видели в самом начале тоже находится на пятом этаже а номера которые находятся на четвертом на третьем на первом и на втором этаже они находятся ниже то есть тут идет склон и приходится пользоваться лифтом если вы например на четвертом этаже и хотите пойти в лобби бар такой наверное не то чтобы интересный факт но сам факт того что это происходит так сейчас мы дойдем до океана скорее всего потому что если мы пойдем сюда то тут будет основной зал и я тоже покажу что тут подают на завтрак на обед на ужин но в целом можно посмотреть какие временные отрезки завтрак 7 30 10 30 обед с 13 до 15 и ужин с 19 до 22 и тут также расписаны все бары насколько они работают но вид вот такой вид прям ну прекрасный что еще можно сказать все замечательно и если вы хотите пройти из своего номера в тот же самый ресторан чтобы позавтракать пообедать или поужинать вам не нужно выходить на улицу то есть можно пройти спокойно под крышей спустившись на третий этаж да мы как бы были на пятом и спустились уже на 3 но нам это не очень интересно потому что мы идем дальше и тут уже появляются лестницы для того чтобы немножко скинуть пару килограмм на шведском столе можно ими воспользоваться и в целом прогуливаться тут но лестницы тут есть еще дальше и тут также есть номера как вы видите 2208 там 2209 и так далее то есть и это как я понимаю стандартные номера у нас частичный вид на океан это должно быть стандартные номера вообще мы изначально когда планировали поездку хотели зацелиться в стандартный номер потому что он дешевле но их не было на наши даты и на момент октября мы списывались с нашим турагентом и до февраля месяца все номера здесь тоже распроданы удивительная конечно история я бы не сказал что они прям намного сильно дешевле нашего но сам факт очень популярны и очень много народу я поэтому самого утра проснулся чтобы все подстать никого не смущать но на обеде на завтраке на ужине мы это сделаем кого-нибудь смутим так как мы видим лежаки лежаки хорошие не дешевые все поднимается все опускается каких-то сломанных я тоже не видел зонтики тоже имеется и да я немножко не рассказал вот тут ремонт скорее всего если так немножко давайте заглянем туда то там вроде как должны делать еще один бассейн вот так это все выглядит там должны делать еще один бассейн хотя и так в принципе бассейнов хватает на то количество народу которые сейчас есть я тут тоже немного тихо говорю потому что как вы видите у некоторых номера выходят прям на бассейн и также на бар вот у кого-то сушатся вещи ну в общем люди спят а я тут хожу снимаю видео барагуна матата интересная вариация бара в бассейне потому что как вы видите есть импровизированные столы сидушки ну и соответственно стулья тут наливают все что можно все что угодно и высота тут 90 сантиметров сейчас пойдемте дальше потому что с другой части я покажу когда я пойду коротким путем и тут много птиц наших не тут тоже как бы имеется так сейчас давайте обойдем кстати вот сразу заметил тут нету стекла видимо кто-то уже когда-то разбил хотя сам отель новый прошел реновацию там построен не так давно в общем в целом все свеженькое все чистенько не знаю насколько это все будет через пару лет но на данный момент на момент 23 года все очень даже хорошо я уже не знаю сколько снимают видео и скорее всего очень долго вы подумайте что очень далеко идти но по факту если не углубляться какие-то подробности и я еще так более-менее медленно иду чтобы вы не слышали мои шлепки чтобы ветер не сильно задувал поэтому вот так сразу отсюда открывается вид на опять же кучу лежаков на бассейн у него высота метр двадцать без каких-либо подъемов просто один уровень метр двадцать нас встречает еще одна лестница по которой мы спускаемся это кстати последняя лестница на нашем маршруте деревянная но он как бы ничего не взбухает все нормально я не завожу возможно пропитывают чем-то сразу мы видим предупреждение морских ежах то есть да тут есть морские ежи поэтому с этим нужно быть аккуратней коралки купили и на самом деле в них плаваем потому что чтобы не переживать чтобы не думать также есть информация о том скольки скольки работает бассейн максимальное количество и всевозможные инструкции также есть что у нас тут есть а у нас есть душ и место где помыть ноги если вы идете с песка чтобы его не тащить на территорию отеля и чтобы вам было комфортно ну и бассейн в целом вода теплая вода теплая все в нем прекрасно лежаков много и они как бы наполовину всегда свободны что не может не радовать также мы пришли в бар при пляже тут подают закусочки я думаю тоже это все можно будет показать что позже и также есть ну конечно же напитки кому интересно давайте мы сразу их посмотрим я думаю даже в этой части будет проще это сделать в целом всего хватает что безалкогольного что алкогольного что различные напитки в общем можете остановить поставить на паузу я пробовал все коктейли алкогольные и безалкогольные все вкусные водка вроде как российской по крайней мере рашен бир водка написано и даже мы тут отдыхаем на читать сколько неделю коктейли безалкогольные коктейли не менялись то есть какие-то добавлялись какие-то убирались то есть меренги и копа кабана их не было в самом начале был пиноколада и мохида безалкогольных сейчас их нет но хотя их делают если спросить в общем вот такой факт вот такой бар а тут подают снеки с 12 до 18 но самое интересное самая приятная часть это конечно же вот это потому что вы просто посмотрите какой песок песок понятно что сейчас 6 утра и возможно это выглядит просто как обычный песок но когда выходит солнце начинается прям жара хотя сейчас вроде как не самый сезон тут лето это зима зима это лето ну в общем вы поняли и сейчас мы уже идем к лежакам и вот кто отдыхал в турции вот скажите вы видели когда-нибудь такое чтобы ближе там 7 утра все все лежаки были свободны и почти нигде нету никаких упоминаний что он занят то есть не полотенце не что-либо другое не положено и это просто я не знаю это такой менталитет у людей что они реально не бегут сломя голову каждое утро и не занимают нужный им лежак то есть мы даже не думаем об этом если бы я сейчас был в турции я бы наверное сейчас полетел пулей чтобы занять нормальное место тут все прекрасно все спокойно ничего нету и даже не паришься если ты идешь 12 там в обед то есть как бы все свободно ты знаешь что ты найдешь какой-нибудь лежак и все будет без проблем тебе хватит места такой менталитет и тут наверное больше 50 процентов наверное отдыхают немцы потом итальянцы французы поляки вот из русских мы встречали человек пять наверное человек 5 хотя отель загружен но я думаю процентов на 70 такая вот история ну и вот так отель выглядит страны пляжа как вы видите да поднимается уровень и наш пятый этаж это не слишком высоко всего 8 этажей но даже на пятом комфортно я думаю даже было бы и на третьем комфортно чтобы лишний раз не спускаться на обед на завтрак на ужин чтобы все было на одном уровне но как то так так сейчас давайте чтобы не смущать людей которые уже купаются хотя в принципе время не самое не то что приятное для купания но в общем утром еще более-менее прохладненько хотя ощущается вода намного теплее из-за того что в общем нету жары на общем многое говорю наверно да просто наслаждайтесь пальмами видами и в целом рио джамбо это просто не знаю ну не мальдивы даже лучше мальдив вот так если смотреть пляжи которые находятся рядом то есть тут лучше всех просто лучше всех и все как бы замечательно прекрасно ладно все так люди короче стоят купаются не будем мешать просто потихонечку подойдем подснимем как вы видите тут не насыпной песок то есть это песок тот который всегда тут есть приливы отливы на этом пряжи не сильно ощущаются то есть сейчас небольшой прилив а если будет отлив то он уйдет ну не дальше начала рестораном то есть максимум метров там 10-15 такой общий вид на пляж если смотреть вдоль давайте конечно же послушаем шум океана мы кстати с вами встретили рассвет то есть вот сейчас он начинается солнышко только встает в 626 по моему насколько я помню а заход солнце 1815 ну то есть день тут начинается пораньше заканчивается в принципе тоже рано то есть как бы купаться тут вот до 6 вечера максимум далее шоу программы и так далее также тут есть отделение отделение отделе не полиции отделение для детей на общем специально тут в целом и никого никогда не видел тут немножко йогой занимаются но чтобы тут дети по горкам бегали и в этом бассейне плавали такого не видел 30 сантиметров он в общем как то так сейчас мы телепортируемся обратно на пятый этаж я покажу короткий путь до этого прекрасного места мы снова у нашего номера и теперь пойдем не направо а налево где есть лифт и я покажу как можно еще быстрее пройти до океана потому что тот путь довольно долгий пользуемся моим только утром и вечером чтобы прогуляться а чтобы быстро добраться и до столов до столов до ресторана до ресторана и до пляжа то мы пользуемся немного другим маршрутом как мы видим тут тоже прекрасные палантации зеленых растений которые очень гармонично смотрятся в плане самого отеля и номеров тут действительно много действительно много но опять же повторюсь что всем всего хватает никогда не было такого что кто-то дрался за фрукты там я не знаю либо залежак то есть все как бы гармонично все хорошо и сейчас мы посмотрим прекрасный вид прекрасный вид который открывается с балкончик когда мы будем ждать лифт показываю все в реальном времени чтобы вы ощутили как вы бы сами прошли этот маршрут и такой вид кстати солнышко уже поднялось рассвет наступил и вот так все это выглядит красота кстати вот до того здания мы еще дойдем нам нужен лифт всего их три нам нужен вниз автоматически включаются оба и ждем 3 3 и 3 честно скажу они немножко туповаты немножко они везут бывают чуть выше чуть низше чтобы забрать других пассажиров но тем не менее нам нужен нулевой этаж потому что пляж находится именно на нем я первый раз нажал на 1 и в итоге приехал ко мне под серии мы поехали на 6 потом на нулевой в общем иногда проще пользоваться действительно обычными ногами и просто ходить пешком но но мы едем на лифте как раз у нас были сейчас нулевой этаж кстати написано какие комнаты и что находится на каком этаже то есть вот ресторан основной он находится именно на третьем сейчас давайте пройдем чуть подальше и посмотрим как же быстро пройти быстро пройти кстати по пути тут есть сан тушь антрону тут я так понимаю продают различные экскурсии базар энд ко различные варианты я даже не знаю сувениров наверное можно сказать либо то что тут можно носить символико зандипара и футболки и кепки и различные вообще утварь украшения но цены тут мамма мия я бы сказал хотя иностранцы приезжают без проблем все покупают им все нравится как бы никаких проблем нет это у нас наверное шок вызывают такие цены относительно курса доллара ну и как можно видеть все зелено все прекрасно все красиво и сейчас мы дойдем до того места где нужно получать полотенца я еще не говорил сегодня о полотенцах потому что только сейчас мы подойдем к ним кстати воробьи как у нас какие-то другие птички в общем каких-то орланов тут я не видел только чисто как и у нас как и дома вот сейчас мы проходим как раз агуна батата бар и тут у нас есть полотенца которые выдаются 7 30 и заканчиваются 18 30 в плане можно их отдать получить карточки карточки получаем каждый день у нас тут есть жим и спа вот на удивление именно тут люди реально тренируются и в турции никогда не видел такого количества народу в спортивном зале просто удивительно что с пляжем что с жимом очень интересно тут кстати есть еще один бассейн также можно помыть ноги от песка как вы видите песка песок тут есть люди моют и он метр десять прошлый был метр двадцать этот метр десять вода соленая ну и также много лежаков опять же не все они заняты и также есть тенты чтобы укрываться от солнца их можно открыть закрыть самому это как вообще не возбраняется сейчас давайте пройдем по деревянному мосту чтобы папа нет мы не попадем я уже отсюда вижу что там двери закрыты но хотя бы я примерно покажу вам что там находится и также предупреждение о ежах и то что в каблуках не ходить и не курить также можно с этой стороны посмотреть что тут тоже как бы пляж относится к этому отелю и с этой стороны больше тени то есть видно тут различные пальмы которые укрывают и тень тут прям ну хорошо прям хорошо тут защищает от солнца и с учетом того что тут нету на пляже зонтиков это прям прекрасно потому что если нету зонтиков ты можешь сгореть как мы сразу в первый день вот и причем загар тут как вы видите он очень палящий то есть твоя рука она прям максимально распеклась в турции такого не было вид но это шикарный что можно сказать весь пляж как на ладони и с этой стороны итальянский а-ля карт ресторан посередине бар с левой стороны ресторан типа традиционной кухни хотя даже не традиционная вот сейчас немного подзабыл как он правильно называется но в общем тут подают интересную кухню высокую что-то вот такое и записаться валя карт ресторан можно один раз за свою поездку и бесплатно то есть в турции в основном они там по 20 долларов там по 10 долларов человека тут бесплатно но записываться через приложение заранее места быстро разбирают но нам удалось сегодня попасть в итальянский ресторан сегодня мы туда пойдем как вы видите сейчас это все закрыто и открывается барахи бар в 17 часов 17 часов и последний человек 23 45 ну в общем блин все красиво чуть дальше кстати есть такие палатки это типа местного базара там тоже много различные утвари и чуть дешевле чем сувенирах при отеле и там больше выбор конечно же конечно же больше выбор но вот что я хотел вам показать опять же слишком долго наверное слишком затянуто но те кто едут сюда хотя бы будут понимать что вообще вас ждет потому что адекватного обзора на русском языке вот в плане местности я не видел но теперь и вы теперь вы это увидели красота насчет спорта люди просто пришли и побежали вдоль океана они шли за мной и я тут снимаю они просто побежали вдоль океана ну в турции наверно по гальке тяжело было бы бежать неудобно но контрасты я я в шоке и так же пляж огорожен буйками то есть на него никто не заплывают никакие лодки даже я не знаю и я рассказывал уже или нет в этом видео про экскурсии скорее всего нет но нас забирали чуть дальше этих буйков то есть до буйков никто не заплывает и как вы видите все кристально чисто убираются тоже на пляже когда выносит волны всякие водоросли и другую морскую живность все как бы оперативно убирают с этим вообще никаких проблем нет волны небольшие вот за все дни никогда не было каких-то огромных волн я вспоминаю там черное море средиземное тут же очень тихо очень спокойно как будто каждый день штиль хотя ветер бывает ветер бывает но тем не менее вот так вот плюс минус всегда за все времена года говорить не могу но октябрь октябрь плюс 20 давайте сейчас посмотрим сколько плюс 25 сейчас максимально 28 то есть разница между ночью и днем ну 4 градуса вообще ни о чем кстати 6 48 через 40 минут уже открывается двери ресторана чтобы можно было позавтракать и скорее всего я вам сегодня покажу это все понятное дело что каждый день все разное даже я уже говорил что он коктейли меняются чуть ли там не каждый день понятно что завтраки тоже будут разные они будут другие но плюс-минус хотя бы чтобы вы понимали концепцию что можно там найти но я думаю самые основные блюда в плане яиц блинов все остается но что-то добавляется что-то новенькое каждый день поэтому если вы хотите что-то интересного то не заскучайте тут ну и опять же территория так она выглядит я бы не сказал что она маленькая я бы не сказал что она огромная но для отдыха более чем подойдет и если смотреть на другие отели на занзибаре то в целом лучшие территории я не видел и не смотрел плане не видел когда мы выбирали этот отель есть еще рио пелос который чуть подальше но он подороже и там по моему побольше территории но не такой красивый пляж но так как это и и это рио и это рио люди с рио пелос могут приходить к нам в отель он пять звезд этот 4 звезды но мы не можем ходить к ним я видел много людей с рио пелос который просто нас ужинали либо просто ходили например на наш пляж то что пляж у рио пелос чуть похуже в общем интересная вещь происходит так красота что еще надо для счастья но место приема пищи выглядит следующим образом все подписано на английском языке некоторые я честно говоря блюда и не знаю но основные панкейки с различными начинками блины оладья сосиски кстати вкусные есть рис мясо грибы томаты в общем вы все сами видите яичница тоже различных вариантов яйца в разной степени варки также есть омлеты с сыром начинками всего на самом деле полно и мне кажется каждый сможет выбрать то что он захочет некоторые блюда повторяются если сравнивать с той же турции в целом тут меньше всего но все вкусно то есть даже тот же самый сыр мясо это реально сыр и мясо потому что некоторые блюда в турции например они не такие как у нас а тут выпечка прям замечательная честно скажу также есть как вы видите да вдалеке сыры можно взять всякие возможные начинки салаты так далее есть соусы различные также много фруктов фрукты это вообще отдельная любовь бракуйя арбуз как он называет ананас бананы в общем все что захочется так есть хлеб его можно без проблем еще и поджарить это тоже немаловажный фактор ну и различные начинки типа молока соевого молока йогурты фреши можно сказать хватает также есть еще зал если сидеть не на улице например каком-нибудь теплом помещении хотя тут всегда работает кондиционер поэтому так всегда прохладно в общем пойду себе что-нибудь возьму на завтрак поесть ну и как вы видите мне кажется каждый найдет для себя все что он захочет и донаты это просто прекрасно с белым шоколадом я кстати больше нравится но с этой стороны давайте я пройду раз уж я пошел выпечка сыры колбасы в общем в общем остается только выбрать чтобы поесть и каждый день можно выбирать разное и не переживать о том что тебе чего-то не захочется в общем все прекрасно но там уже основные посадочные места с видом на океан но и даже есть хлеб что я про хлеб забыл кто-то может любят различный хлеб с утра в общем шик ну а первый завтрак выглядит так пока катя спит перекушу потом вместе с ней еще придем сюда напитки взял капучино можно взять просто кофе зеленый черный чай пиво с утра не наливают и вот с таким видом сегодня я завтракаю в общем шик скоро придем на обед для вас это одна секунда днем тут живая музыка очень мило очень весело надеюсь без авторских прав также на обед но вы можете видеть все сами опять повторяю что каждый день что-то разное но вот например осьминоги жареный кстати очень вкусно и также можно посмотреть соусы вот типа сосиски овощи в общем опять же каждый найдет все что хочет также можно сделать бургеры то есть есть бургер есть мясо и различные ингредиенты доложить различные мясо овощи сэндвичи также есть макароны различных видов самый приятный что в них можно положить пармезан пармезан это вообще любовь и вообще пицца 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 это тоже любовь потому что сегодня есть пицца с прошутку до этого и и кстати не было и купите не такие как курсы они реально вкусные то есть это пицца ну типа как обычные европейские пицца также давайте пройдемся сюда тут есть различные сыры сыры тоже такие же вкусные как и в россии хотя наверное я говорил это и с утра докладывают различные сэндвичи есть салат цезарь бывает с курицей бывает с тунцом ну и также по сладости давайте быстро пройдемся тут тоже все немножко разное но все очень и очень вкусно желатиновые штуки мне прикалывают на самом деле кто-то их не любит но мне не нравится также овощи грейпфруты лаймы лимоны ананасы и все что можно но и также есть мороженое 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 это хорошо различные топпинги сиропы и самое интересное что есть вариант сделать суп самому сделать суп то есть тот который ты хочешь из того что тут есть но я честно не делал потому что мне как-то не особо упирается это но тем не менее я и различные соусы ну в общем как-то так сейчас буду себе что-нибудь интересное выбирать и уже встретимся вечером на ужине хотя мы сегодня идем в аля карт ресторан тоже там все подсниму ну что пришли мы в аля карт ресторан выдали меню получается из стартеров подает все подают все потом нужно выбрать основное меню одно блюдо и один десерт в общем катя выбрала равиоли я выбрал мясо по-милански десерта в классической тирамису потому что нутеллу точнее блинчики с нутеллой мы поедим в сезонные фрукты не знаю в общем классика тирамису такой вид открывается прекрасный там кстати внизу рыбки и в общем все хорошо наливи белое вино можно белое красное также попросили воду в общем сейчас будем делать заказ я покажу как все выглядит немножко темно скорее всего вам плохо видно но тем не менее народу много потому что все занято забронировано в общем отдыхаем ну что первое блюдо типа стартеры есть помидора с я даже не знаю чем как это называется то хочу томат как не брокколи а как еще называется то не не брошки на ну что принесли первое блюдо тут мы видим несколько видов мяса колбасу томаты со шпинатом плюс какие-то маринованные овощи ну я думаю будет вкусно сейчас это попробуем и в следующем блюде я расскажу как это было прошлая тарелка была прекрасная и все съел сейчас принесли мясо внутри моцарелла у кати я не знаю что это это рвиоли с морепродуктами ну в общем выглядит неплохо на вкус я думаю тоже в целом везде вкусно что в алиокарте что в основном ресторане претензий вообще никаких нет но она десерт и у меня и у кати тирамису подается в такой интересной таре и это прекрасно еще добавляют вино еще добавляют вино это еще лучше ну в общем сейчас попробуем у меня мясо вкусное у кати равиоли тоже вкусное в общем все замечательно чем тут говорить думаю что тирамису окажется точно таким же и сегодня еще время двадцать десять я думаю мы успеем еще в основной ресторан покажу какой там ужин ну а сейчас давайте проверим ужин мы вернулись из-за ля карта временно часа 21 20 и ну как вы можете видеть много всего еще осталось периодически все подкладывают обновляют и целом вы можете перейти в любое время во время ну имеется ввиду ужина обеда или завтрака и у вас все будет рыба различные помидорки салаты также есть это свежеприготовленный он таки различные рыбы сегодня тут иногда бывает курица иногда индейка различная картошка рис как вы можете видеть а сегодня есть шашлыки из курицы даже неплохо если что-то вдруг то убирают ну и паста паста карбонара неаполитана и все остальное все что вы можете добавить пицца тоже есть в наличии как и днем буквально недавно смотрели это видео а тут уже новая пицца маргарита шпинат сыр и швейт ляу также могут приготовить суп суп круглый день круглый час и это прекрасно также есть различный сыр кстати есть сербри очень неплохо сербри надо кстати его сейчас будет взять ну и различные салаты сегодня чикин цезарь иногда он с тунцом обычные салаты булгур с морепродуктами кстати с нерасплывками семидиями интересно есть рашин салатовый стуна интересно это типа вариация оливье прикольно так мы давайте посмотрим что у нас по сладостям но и по сладостям наверно плюс-минус как и в обед немножко другие вариации но тем не менее это все тоже как бы в наличии все можно взять люди берут и с учетом того что многих позиции нет видимо это все это хорошо также есть фрукты даже без фруктов ну как обычно манга маракуйя ананас арбуз и салаты и также есть что-то еще интересное так а ну естественно у нас есть мороженое куда же без мороженого и также есть хлеб очень какой-то такой ужин знала себе что-нибудь сейчас выбрать хотя и в принципе поел но лишним не будет знаете ли набрать пару килограмм в отпуске это ничего страшного народ уже не так много и это хорошо и в основном зале до сих пор сидят люди вообще ладно я пошел набирать есть если отойти немного от основного ресторана то идет далее пространство где можно смотреть вечернее шоу так что есть бар где наливают различные но такие же напитки плане вино пиво алкоголь и так далее бонго флейва ну кстати говоря народ тут много всегда каждый вечер и тут различные представления надеюсь завтрашки права меня не заблокирует в общем различные представления около полутора часов подойдет и все смотрят все пьют все довольны такие дела экскурсии естественно на занзибаре они есть но мы не на месяц сюда приехали поэтому просто решили съездить на снорклинг на остров мне покупали экскурсию августина кто стоит в чатах занзибара думаю слышали его имя брали индивидуальные трансферы стоило это 60 долларов человека по пути увидели дельфинов кто-то с ними пытался поплавать но при таком количестве лодок это было некомфортно и небезопасно самое главное это конечно красоты подводного мира предлагаю их немного посмотреть так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это было прикольно Так как это была индивидуальная экскурсия Мы никого не ждали и сами могли планировать время Где-то находиться подольше, где-то поменьше В итоге мы провели тут часа 4 с учетом дороги И были довольны Накормили нас фруктами и дали попить фанты И это было тоже приятно Ну а в другой день мы решили прогуляться по пляжу Чтобы дойти до заповедника с черепахами Шли примерно минут 30 И главное взять с собой бутилированную воду Потому что очень жарко в дороге Вход стоил 10 долларов с человека Но мы платили в местных шиллингах И вышло 20 тысяч, что по курсу равно 8 долларам Эмоции тоже не передать Бюджетно и очень классно Ну а сейчас без лишних слов Предлагаю пройтись вдоль берега Сквозь пальмы и послушать шум океана Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки Еще раз повторюсь, что все социальные сети есть в описании Также дополнительные фотографии и видео с телефона Есть в запрещенной социальной сети с картиночками Там тоже все и есть В закрепленной записи можете посмотреть Ну а так, наверное, на этом все Всем удачи, всем пока До скорого, как-нибудь Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok